добрый день дорогие мои друзья меня зовут жанна и я всех приветствую на своем канале я на работе и еду за девочкой в школу просила меня моя хозяюшка чтобы я съездила за ней в школу привезла ее одну из моих близняшек потому что одна выходит раньше на другая выходит попозже ту которая попозже она ее привезет сама за этой еду я мальчик не пошел него что-то ушко болит и он остался началась у нас жара очень жарко вот такая внезапная здесь начинается жара один день я показывала вам предыдущем видео не предыдущем а чуть раньше вот проспект наш проспект как люди одеты по-разному на самом деле итальянцы очень консервативные в плане даже своей одежды только по характеру но и даже одеваться они с утра обязательно возьмут с собой и куртку многие даже и шапку берут и шарф наматывают чтобы на всякий случай ведь все таки еще официально не лето и чтоб на всякий случай у них была верхняя одежда обязательно но я это знаю по своей хозяйке так как она выходит обычно на работу я и говорю что очень жарко она тоже ездить на машине и я и говорю что очень жарко но тем не менее она все равно берет с собой шарф берет с собой куртку или пиджак обязательно держит она их в руке вот так как вы опрокидывает на руку и так едет все приехала я в школу нашла очень хорошее место для машины прям возле ворот потому что здесь все просто бывает не пройти не то что не проехать и места занимают в три вида уже вот по левую сторону два ряда уже все занято поэтому но я приехала минут на 40 раньше поэтому мне досталось почетное место возле ворот и сейчас я наверное немного пройдусь по воздуху вам не видно ладно сейчас я покажу вот школа она за забором но все равно во дворе машины учителей это вот такая улица зелененькая и достаточно приятненькая это другая сторона кассерты совсем противоположная ну можно сказать на параллельная сегодня у нас голубое небо погода отличная солнце как бы есть но она еще так сильно прям не печет но все равно жалко жарко очень жарко смотрите балкон украшены цветами очень я люблю такие ухоженные балкончики ой вот еще балкончик на первом этаже сейчас я вам его поближе покажу какая красота какая красота а здесь вот на углу такая детская площадка это был парк патри пио если я не ошибаюсь вроде да и долго долго здесь был ремонт сейчас вот я правда его первый раз тоже вижу они вот так его облагородили для детишек конечно здесь очень мало таких парков для детей просто 1 и 2 можно сказать во всей кассерте ну может 3 от сила в этом плане конечно здесь немножко печальнее чем у нас потому что у нас в россии каждый дворик очень красиво сделан украшен когда мой муж был в москве он наблюдал в москве мы гуляли какие там просто во дворах какие там во дворах красивые для детей площадки как они все очень красиво сделаны ему конечно очень безумно понравилось он был в восторге вот как хорошо сделали видите фонтанчик вот детскую зону они просто вот так отделили красота я давно я вообще здесь пешком редко гуляю потому что домой езжу на машине на работу на машине а так вот раньше были моменты чаще когда дети были поменьше здесь и я с ними ходила гуляла гуляла с коляской то есть когда они совсем были маленькие то лет на 10 назад 15 даже больше вот а сейчас уже все сейчас они уже большие взрослые и вот такой здесь красивый парк очень хорошо аккуратно приятно посидеть отдохнуть провести время часик какой-то конечно нужно 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 ну да и вот на том парке где пьяца в ангителе где я вам рассказывала что нам раньше собирались много мигрантов там тоже да такое маленькое что-то сделали но не очень честно говоря здесь просто хорошо птички поют звук воды и душа радуется на глядя на это все очень приятно наблюдать что наконец-то на улице люди уже не носят маски потому что ну невозможно сейчас начнется 30-40 градусов жары и будет просто духота хотя многие знаете как ездят одни в машине закрытыми и стеклами и в масках я не знаю как это возможно вообще ну вот так какая красота мне очень здесь понравилось давно я здесь не было просто пока жду девочку вот так прогуляюсь в окрестностях здесь он здесь же есть рыбный магазин воспользуюсь моментом пойду куплю какую-нибудь рыбку хоть мороженую здесь бывают сяо сей он черно купила броску мороженые брусочки рыбу филе мороженое взяла потому что их очень удобно когда захотел взял кусочек ну и особенно для массимо так как он сейчас приобщается к рыбке он ее ест начал есть вернее и поэтому сберу такую пока не буду его резко удивлять всякими другими рыбами уже это есть это слава богу присела тут в баре пока жду девочку и посмотрите сколько они мне всего принесли кто же это все съест-то все молодежь выходит вот они все выходят сейчас здесь будет тоже не пройти теперь мне надо поймать мою девочку здесь она обычно думает что я подальше надеюсь она меня увидит я прям вот около ворот стою молодежь время сейчас час дня сейчас официально начнут закрываться и магазины у всех начинается обеденный перерыв ух сколько их много ух сколько их много включу машину чтобы быстро убежать как только она выйдет жара невыносимая уже так где ты где ты чуть не прошла мимо моя девочка ну все на этом я пока с вами прощаюсь шоу 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 Субтитры создавал DimaTorzok